Жена пришла с работы, говорит мужу, Толик, а у меня голова не болит. Ну, Толик сразу понял, что-то где-то она накосячила. Люся, что натворила, колись? Она говорит, да так, ерунда, юбку купила. Толик чуть с дивана не упал. Люся, как, зачем, у тебя уже есть 32 юбки. Люся говорит, не знаю, захожу в магазин, мозг отключается, юбка сама купилась. Толик, это у меня шапоголизм, болею я. Толик говорит, ну раз мозг отключается и болеешь, поехали к твоим в дурдом, приехали. Толик к психиатру, говорит, доктор, ну у человека уже есть 32 юбки, а он покупает себе еще одну, это нормально? Психиатр говорит, вы что, шотландец? Толик говорит, не, я дальтоник, я про жену. Доктор говорит, будем лечить. Он посмотрел Люси в глаза, женщина, спать. Люся отреагировала моментально, с кем? Доктор говорит, пока одна. Это гипноз. Женщина, что вы будете делать, если я сожгу в городе все магазины? Люся тихо сказала, не зали меня, козел. Доктор говорит, шмоточный психоз. Наука бессильна. Потому что шопинг для женщины, это как секс, только чаще. Толик говорит, значит, будем лечить народными средствами. Клин клином вышибать. Люся с этого дня, сколько раз шопинг, столько раз супружеский долг. Готовьте. Люся радостно закричала, всегда готова. Первые два дня все было нормально. Шли ноздря в ноздрю. Шопинг-долг, шопинг-долг, шопинг-долг. Потом... Ну, потом Толик стал отставать. Ну, короче, не потянул такие нагрузки. И по супружескому долгу загнал себя в такие долги. У соседа по даче жена тоже шопоголик. Сумки покупает. Он недавно пришел, говорит, жена хочет сумку Дольче Габбана. Сто тысяч. Я говорю, ё? Ну, в смысле, что дороговато. Сосед говорит, а потому что сумка сделана из ушей американских сусликов. Я говорю, ты посмотри, что Трамп вытворяет. И чё, отольются ему сусликовы слезы. Сосед говорит, а ещё жена сказала, если сумку не куплю, она сдохнет. Я говорю, а вот это шанс. Не упусти. Водку на поминки уже взял. Но ведь не успел. Купила на эту сумку. А у нас полгода за квартиру не плочено. Уже отрезали свет и газ. Завтра придут спиливать унитаз. Я говорю, а моя кофточки шопингует. У ей уже 43 штуки есть. И шо интересно, всё не то. Жена из кухни высылалась. И говорит, Лёша! Я говорю, цы, шапоголичка! Грохну, как габана суслика. Она говорит, смотри, шо я купила. Кофточка. Франция. Ну, смотрю, на этикетке написано. Пошета в Париже. Китайскими иероглифами. Ну, сопудов Франция. Самое страшное, шапоголизм вещь заразная. Вот Толик, который жену в дурдом возил. Чё, он заразился. Спят они ночью, вдруг топот. Он скачал, помогите, помогите. Жена говорит, лежи тихо. Это мои юбки, выходят из моды. И тут Толя говорит, вставай. Пошли покупать новые юбки. Люся говорит, пошли. Но сначала супружеский долг. Толя говорит, Люся, какие долги между своими. Да я сдохну, как сусли. Пошли. Прощаю тебе все долги. И в тот же день купил себе три кепочки. Люся чуть с каблуков не упал. Говорит, Толя, зачем тебе три кепочки? Ты чё, Змей Горыныч? Он говорит, не знаю. Мозг отключили. И кепочки купились. Повела Люся мужа в дурдом. Психиатр Люся увидел, говорит, женщина спать. Она говорит, ты сначала мужа усыпи. Ну, видимо, слишком громко сказала. Толик услышал. Короче, Люся от шапоголизма вылечилась. Второй месяц в магазины не ногой. Обе ноги в гипсе. А доктор, наоборот, стал шапоголиком. Покупает себе уже пятые костыли. У шапоголизма есть одно положительное качество. Вот женщина, когда что-нибудь себе купит, и оно и идёт, она становится такая красивая. А когда рядом с вами идёт красивая женщина, а все мужики завидуют, весь этот шапоголизм, ну, такая ерунда. Правда же?